Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И отвратительная птица, ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы, и цари земные любодействовали с нею, и купцы земные разбогатели от великой роскоши ее. И услышал я иной голос неба, говорящий, «Выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее, и не подвергнуться язвам ее, ибо грехи ее дошли до неба, и Бог воспоминал неправды ее. Воздайте ей так, как и она воздавала вам, и вдвое воздайте ей по делам ее. В чаше, в которой она приготовляла вам вино, приготовьте ей вдвое. Сколько славилась она и раскошествовала, столько воздайте ей мучений и горестей, ибо она говорит в сердце своем, «Сижу царицею, я не вдова и не увижу горести». Зато в один день придут на нее казни, смерть и плач и голод, и будет сожжена огнем, потому что силен Господь Бог, судящий ее. И восплачут, и возрыдают они и цари земные, блудодействовавшие и роскошествовавшие с нею, когда увидят дым от пожара ее. Стоя издали от страха, мучения ее и говоря, «Горе, горе тебе, великий город Вавилон, город крепкий, ибо в один час пришел суд твой». И купцы земные восплачут и возрыдают о ней, потому что товаров их никто уже не покупает. Товаров золотых и серебряных, и камней драгоценных, и жемчуга, и весона, и порфиры, и шелка, и багреницы, и всякого благоводного дерева, и всяких изделий из слоновой кости, и всяких изделий из дорогих дерев, из меди, и железа, и мрамора, корицы, и фимиама, и мира, и ладана, и вина, и елея, и муки, и пшеницы, и скота, и овец, и коней, и колесниц, и тел, и душ человеческих. И плодов угодных для души твоей не стало у тебя, и все тучное, блистательное удалилось от тебя, ты уже не найдешь его. Торговавшие всем сим, обогатившиеся от нее, станут вдали от страха мучения ее, плача и рыдая, говоря, горе, горе тебе, великий город, одетый в весоны порфиру и багреницу, украшенный золотом и камнями драгоценными и жемчугом. Ибо в один час погибло такое богатство, и все кормчие, и все плывущие на кораблях, и все корабельщики, и все торгующие на море стали вдали, и, видя дым от пожара ее, возопили, говоря, какой город подобен городу великому. И посыпали пеплом головы свои, и вопили, плача и рыдая, горе, горе тебе, город великий, драгоценностями которого обогатились все, имеющие корабли на море, ибо опустел в один час. Веселись о всем небо и святые апостолы и пророки, ибо совершил Бог суд ваш над ним. И один сильный ангел взял камень, подобный большому жернову, и поверк в море, говоря, «С таким стремлением повержен будет Вавилон в великий город, и уже не будет его». И голоса, играющих на гуслях, и поющих, и играющих на свирелях, и трубящих трубами, в тебе уже не слышно будет. Не будет уже в тебе никакого художника, никакого художества. И шума от жерновов не слышно уже будет в тебе, и свет светильника уже не появится в тебе, и голоса жениха и невесты не будет уже слышно в тебе, ибо купцы твои были вельможи земли, и волшебством твоим введены в заблуждение все народы, и в нем найдена кровь пророков и святых, и всех убитых на земле. Спасибо. А я думаю, что вот нет такой другой главы, как 18 глава в книге Откровений, настолько сильное ее воздействие. Разрушение, которое ожидает этот город, наводит ужас. Нам даже почитать описание того, как происходит это разрушение, трудно. Насколько же ужасным было тем людям, которые стояли вдали и смотрели, как все это происходит. Поэтому нам необходимо узнать, что символизирует этот город. Потому что мы должны с вами осознавать тот факт, что на протяжении истории мира всегда существовали подобные города. Можно также сказать, что в истории мира существовали различные движения или богословия, наподобие того, что описано здесь. Глава 18 и предшествующая ей 17 глава фактически описывают одно и то же событие. Здесь описывается разрушение, уничтожение движения, которое мы с вами назвали религиозным движением, осквернявшим Бога. Когда вы читаете Библию, вы всегда должны помнить о том, что в оригинале изначально не было разделения на главы и на стихи. Только уже намного позднее монахи добавили разделение на главы и на стихи. Поэтому эти две главы, 17 и 18, это одно длинное повествование. Вначале описывается, кто эта женщина в 17 главе, а далее говорится о том, какой конец ее ожидает. Итак, первый вопрос, который мы себе задаем, что символизирует этот город. Потому что это реально существующий город. Если бы это не был реальный город, то тогда не было бы необходимости и нужды описывать разные категории людей, которые стояли издали и смотрели на то, как происходило ее уничтожение. Значит, это реально существующий город и это штаб-квартира, если так можно сказать, вероотступнической церкви, о которой мы говорили в 17 главе. И когда я говорю вероотступническая церковь, я подразумеваю религию. На каком основании мы делаем вывод, что 18 глава продолжает 17 и что здесь говорится об одном и том же городе. Прежде всего, обратите внимание на 18 стих 17 главы, где говорится, что жена же, которую ты видел, есть великий город, царствующий над земными царями. Вот эта вероотступническая религиозная система имела свой центр в таком вот великом городе. Мы также знаем, что это один и тот же образ, потому что продолжается метафора блудницы. В 3 стихе используется такое выражение «любодействовали с нею». Да, а во 2 стихе говорится о том, что яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы. Здесь создается такой образ развращенной женщины, предлагающей свое тело и предлагающей себя этому миру, всем народам. И мы также знаем, что это один и тот же образ и что это один и тот же город, потому что в 17 главе, в 16 стихе говорится о том, что возненавидел ее зверь. И что с ней происходит? И разорят ее, и обнажат, и плоть ее съедят, и сожгут ее в огне. А в 16 главе, во второй половинке 19 стиха говорится о том, что Вавилон Великий воспомянут пред Богом, чтобы дать ему чашу вина и ярости гнева его. Получается, что читая 17 и 18 главу, мы с вами возвращаемся к судам чаш, к последней чаши, к седьмой чаше, когда она изливалась. Однако Бог хочет, чтобы мы обратили внимание, что вот этот конкретный город был выбран для того, чтобы именно на него пал этот суд и излилась ярость Божья. Потому что этот город, можно сказать, был гордым и гордился тем, что был положен на основании противления Богу. А вот Бог говорит нам, что нам не следует делать по жизни, а вот этот город как раз показывает, что они делали все то, что запрещал Бог. Можно сказать, что этот город как бы кулаком грозит Богу. Итак, мы можем сказать, что в 17 главе, в 16 стихе уже дано обещание о уничтожении этого города. И также мы находим в 16 главе, в 19 стихе, обещание Божьего гнева. Божий гнев был обещан этому городу или этой блуднице. И в 18 главе она предлагается такое наглядное изображение того, как сгорает этот город. Итак, женщина из 17 главы, это великий город из 18 главы. Давайте более подробно поговорим об этом городе и что символизировал этот город. Потому что этот город можно назвать местом обитания религии плоти, плотской религии. Если кто-то отступает или отворачивается от религии духа, или мы назовем ее верою духа, то все, что остается ему в этой жизни, это религия плоти. И вот эти люди приняли для себя такое решение, что жить они будут по плоти и не будут себя ни в чем ограничивать. В конце третьего стиха говорится о том, что купцы земные разбогатели от великой роскоши ее. Здесь речь идет о непомерной роскоши. А дальше посмотрите с 11 по 13 стихи. Здесь дается длинный список того, что они продавали и покупали. А в конце 13 стиха посмотрите последние несколько слов. То есть, что они еще продавали, кроме всего вышеперечисленного, тела и души человеческие. Я не знаю, как это делает вас чувствовать, но это делает мне очень холодно. А я не знаю, какие у вас возникают чувства, когда вы читаете о том, что продаются тела и души человеческие, а мне сразу становится холодно. Некоторые люди говорят, что это выражение просто указывает на рабство. Но я думаю, что тела и души продавались и во время сексуальных каких-то обрядов. То есть, это была и такая вот торговля душой и телом. В 17 стихе мы с вами читаем о том, что у нее было огромное богатство. Однако за один час, как здесь написано, было уничтожено все это богатство, великое богатство. То есть, это город, это были уже такие города и еще будет такой город, в котором огромная экономическая мощь. И они просто выражают в этом эксцессе и в этом ужасном, ужасном материале. Можно сказать, что они катаются или просто купаются в этой непомерной роскоши и в материализме, который приводит к их деградации. То есть, можно сказать, что в конце света, последние дни уже, в этом городе одна огромная вечеринка, большая такая тусовка. Я вот читала о том, что когда была бубонная чума в Европе, люди умирали, но вот в конце своей жизни им все-таки хотелось повеселиться. И они вот, умирая, организовывали различные вечеринки. И естественно, что им уже нечего было терять, поэтому это было время ужасного распутства. Люди говорили, что мы все равно умрем, в конце концов, от этой вот болезни, почему бы нам тогда не уйти хотя бы вот так вот весело, шумно. То есть, мы говорим с вами о городе и о людях, которые его обитают. Так как они отвергли Бога, то все, что им остается, это поклонение плоти. Каким образом произойдет уничтожение этого города? Во-первых, неожиданно все это будет. Неожиданно или быстро, внезапно, потому что в 17 стихе говорится, ибо в один час погибло такое богатство. Вы можете обратить внимание, что в Библии очень часто, когда Бог действует, что-то происходит с быстрой силой, с быстрой скоростью. Сначала он предупреждает, потом снова предупреждает, в третий раз предупреждает, и складывается впечатление, что одни предупреждения и действий никаких не будет. А потом все происходит очень быстро и внезапно, и все меняется. И об этом городе говорится о том, что он был уничтожен огнем. И это огонь, быстро уничтожающий все на своем пути. В 18 стихе они увидели дым от пожара ее, и возопили, говоря, какой город подобен городу великому. Скорее всего, этот город должен быть на побережье, должен быть портовым городом, потому что здесь очень много говорится о кораблях, которые там стояли, и тех людей, которые с кораблей смотрели на этот город. Так что они видят, что она уничтожена, и они видят, что город без спасения. Они не могут быть спасены. И они даже не пытаются. И они могут дышать этот пожар. Обратите внимание на 17 стих, на конец этого стиха. И все торгующие на море стали вдали. То есть, когда они видели этот дым, они стояли вдали. А вот этот термин, который здесь переведен как просто стали вдали, здесь используется морской термин о том, что корабли стоят далеко в море. Это описание не к человеку, который на ногах своих стоит, а описание корабля, который стоит в море, стоит вдали. Какой дым нужно было увидеть, чтобы они не захотели приблизиться к берегу, а стояли вдали, эти корабли? Другими словами, они осознавали, что приближаться близко уже было опасно. Когда бы, например, вы, будучи на корабле, не стали бы приближаться, каким должен быть дым, чтобы вам было... А что, если, такое вот облако... Если бы вы увидели такое облако, то стали бы приближаться к городу. Но если вы на пути стоите, если ветер дует, то конечно. Давайте мы снова вспомним, кто разрушает этот город, кто уничтожает город. Господь? Нет. Антихрист? Нет. Возьмите аппарат 17. Антихрист. Зверь и его союзники, или антихрист и его друзья. Вот кто разрушает этот город, уничтожает его. Я думаю, что Богу нет нужды использовать ядерное оружие. Но вот эти парни, они могли бы им воспользоваться. Я не утверждаю, что здесь будет нападение с помощью ядерного оружия. Но это интересно, что описание, что все очень быстро сгорело, за один час все разрушено. И здесь мы видим также присутствие огня. И люди, которые увидели, что происходит, все вдали, не хотят приближаться. Очень быстро происходит ее уничтожение. В общем-то, ответ на вопрос, как была уничтожена эта блудница, не столь важный, как ответ на вопрос, почему. Почему уничтожен Вавилон? Во-первых, потому что было Божье обещание о разрушении. И Бог неоднократно обещал, что это произойдет. В 17 главе, в 17 стихе, например, один из случаев, когда Он говорит об этом. Потому что Бог положил им на сердце, здесь речь идет об Антихристе, исполнить волю Его. Кроме того, вообще, Вавилон был построен как вызов Богу. В 18 главе, в 5 стихе написано, ибо грехи ее дошли до неба, и Бог воспоминал неправды ее. Можете вы себе представить, что вот грехи здесь не просто, в английском, не просто дошли, а вот кучка на кучку. То есть огромная гора грехов была так положена, что аж до неба достала. То есть грехи достали до неба. Можете себе представить, сколько нужно было грешить, чтобы до неба достать. Помните, Вавилонская башня, какая она должна была высоты быть? В небе. А почему Бог разрушил Вавилонскую башню? А почему Бог вмешался и решил разрушить Вавилонскую башню в то время? Помните, Бог говорил в начале, что люди должны были плодиться и размножаться, и еще что должны были делать? Наполнить землю и господствовать над нею. А те люди, которые строили Вавилонскую башню и город строили, как они говорили, что они будут делать потом, после строительства? Будем здесь жить, да? То есть они говорили о том, что и будем здесь жить, то есть в одном этом месте, не будем никуда расселяться. Построим огромное здание с квартирами и будем в этой башне все жить. Другими словами, нам дела нет до Божьего повеления наполнять всю землю. И чтобы люди не пытались построить как вызов Богу, показывая свое непослушание, свое противление Богу, это может быть город, это может быть школа какая-то или еще что-то, в конце концов все это будет разрушено. Хотелось бы, чтобы вы открыли первое послание Иоанна, третью главу, восьмой стих. Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил, для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Иисус пришел, чтобы разрушить дела дьявола, а дела дьявола заключаются в грехах, потому что кто делает грех, тот от дьявола написано в этом стихе. Бабилон уничтожен здесь, потому что все, что они делали, это было связано с противлением Богу, это грехи. Иисус пришел, чтобы разрушить дела дьявола, но при этом он предлагает альтернативу. И те люди, которые оставляют дела дьявольские и уверовали в Иисуса Христа, теперь они уже спасенные верующие. Однако, тот, кто будет все-таки противиться и настаивать на том, чтобы делать грех и следовать за дьяволом, тот, как здесь написано, будет уничтожен, или дела его будут разрушены. Потому что, помните, Бог обещал уничтожить все, что не является духовной реальностью. Бабилон — духовная реальность? Вся их система была основана на материализме, на богатстве, на прелюбодеянии. Помните, что Бог говорил нам в послании к Евреям, в 12 главе, с 26 по 27 стихи. Эти стихи даны были вам для заучивания наизусть. Бог возьмет землю и потрясет ее. Здесь написано, Бог поколебал землю. Но в данном случае, когда речь идет о Вавилоне, он даже не поколебал Вавилон. Потому что в Вавилоне ничего не было такого, что должно было выжить или могло бы выжить. Он просто использует Антихриста, который готов был сжечь этот город. Помните, в случае с Содомом и Гоморрой, Бог предоставил время для того, чтобы Лот и его семья могли спастись. И только после этого города были сожжены. Потому что ничего больше в этих городах не было такого, что стоило бы спасти. И есть еще одна причина, по которой уничтожен Вавилон. И об этой причине мы читаем с вами дважды. Восемнадцатый главе двадцатый стих. Веселись о всем небо и святые апостолы и пророки, ибо совершил Бог суд ваш над ним. Итак, этот город или другие города, которые существовали в свое время, заслуживают такого наказания и уничтожения, потому что они плохо обращались с Божьими слугами, которые провозглашали его истины. Конечно, некоторым из нас не понравится глагол или имперазия под этот, веселись, радуйся. Однако обратите внимание на то, что здесь радость не связана со смертью нечестивых людей. Здесь радость и веселье связаны с тем, что явилась Божья праведность и Божий справедливый суд. Помните, что праведность — это всегда реакция на нечестие. Там, где есть праведность и где есть гнев на нечестие, там, естественно, будет суд и наказание. И еще 24 стих. И в нем найдена кровь пророков и святых и всех убитых на земле. Это тоже причина для суда. Значит, этот город заслужил суд из-за своего нечестивого поведения, из-за своих злодеяний и особенно из-за плохого обращения с Божьими детьми, с Божьими слугами. Так, они плохо обращались с Божьими слугами. Это следует запомнить. А где об этом говорится, это 20 стих и 24 стих. И еще один вопрос, на который нам следует ответить. Существует ли Вавилон сейчас? Есть ли такой город сейчас? Нет такого города, который назывался бы Вавилон сейчас. А есть, конечно же, территория, где располагался Вавилон на территории Ирака, пустыни. А я убежден в том, что такого города сейчас нет, но этот город символизирует противление Богу, который продолжается уже несколько тысяч лет. Поэтому можно сказать, что такой город, как Вавилон, всегда будет. Всегда будет группа людей или движение такое, в котором люди будут поклоняться материализму. Когда деньги становятся для них Богом. Когда власть становится объектом для поклонения, становится Богом. Которым нравится, этим людям нравится эксплуатировать людей. И больше всего они ненавидят христиан. Как же мы должны реагировать на все это? Как следует верующим людям относиться к современному Вавилону, если к такой вот системе, да? Обратите внимание на четвертый стих. Обратите внимание на четвертый стих. Как мы можем выйти из Вавилонской системы, чтобы нам не участвовать в грехах ее? Как можно выйти из Вавилона? Не буквально взять и уехать. А как можно выйти? Ну, часто приходят. To be with God, not participating in their sins. Okay. So there's a separation. То есть отделение, да? Отделиться. Okay. Even if you live right in the middle of it. То есть можно жить даже посреди, в самом центре этого города. But not participating in what they are doing. So we can be in the world, but we are not of the world. So this means to be separate from the sins of Babylon. The sins of Babylon are promoted on every, in every media. Но грехи вавилонские рекламируются с помощью средств массовой информации. In the print media, in the television, in the movies. It's always there. И в газетах, в печатной продукции, и по телевидению. Мы видим о том, все вот эти вот грехи раскрываются. Constantly we are told that if we really wanted to be really enjoying our life, we would have to have this car or these clothes. We are believing the truth. We are believing that we are investing our lives not in material things, but in spiritual things. Our goal in life is not to have a big gigantic Cadillac, but to be like Jesus Christ. And in the end, the Cadillac and its driver will be part of a smoking ruin. И вот, в конце концов, и этот Cadillac, и тот, кто за рулем этого Cadillac сидит, одних останутся лишь руины после пожара этого. А мы будем на небесах. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинарии. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok